Совокупность действий, которые совершают авторитарные режимы, рано или поздно должна была повлиять на качество глобальной ситуации и похоже на то, что этот рубеж уже где-то рядом. Наши бездарные и невежественные пациенты, волею случая оказавшиеся в власти, даже не понимают, насколько они пытаются что-то делать против ветра, восторгаясь Китаем. Мировые тренды говорят о том, что скоро у Китая начнутся действительно крупные проблемы, а все потому, что вместо спокойной, богатой и предсказуемой жизни, квазикоммунистические режимы наподобие Китая, КНДР и все более сворачивающие в эту сторону РФ выбирают путь агрессивных войн. В этом нет ничего удивительного, такое было всегда с тех пор, как коммунисты стали реально бороться за власть. С тех пор агрессия и экспансия, названная теоретиками коммунизма, мировой революцией никуда не девались. Они могли на шаг отступить, но полностью не уходили никогда. Такие режимы просто не могут существовать без того, чтобы не уничтожать собственное население, либо не нападать на кого-то. Реже бывает так, чтобы оба эти мероприятия происходили одновременно. Поэтому, когда в таком лепрозории возникает голод и разруха, его не стоит трогать. Пусть добьет себя так, чтобы развалиться на мелкие и уже не опасные части. Если же сунутся туда со своей помощью, то все эти неприятности можно погасить, только вот слегка переведя дух от внутренней мясорубки, лепрозорий тут же начнет готовиться к мясорубке внешней и ничего с этим не поделаешь. Просто тем, кто находится рядом с этой черной дырой или в зоне ее досягаемости, надо выбирать меньшее из двух зол. Объективно, внутренняя заваруха – меньшее зло, и потому на нее следует смотреть спокойно и без лишней рефлексии. Излишний альтруизм и филантропия безусловно выльется в большую войну и кучу трупов уже своих граждан. Подтверждением этого тезиса может служить недавняя речь Си Цзиньпина на мероприятии, посвященном столетию КПК. Там он объявил о том, что решение тайваньского вопроса, полное объединение страны, является исторической миссией и непоколебимой приверженностью партии. Зная особенности коммунистического новояза, можно четко утверждать, что это был анонс захватнической войны, которую Китай готовится развязать против Тайваня. У подобных тоталитарных режимов есть странная особенность. Каждая из них имеет огромные территории, для приведения которых в порядок понадобятся десятки, а то и сотни лет, и плюс к тому, все это требует громадного финансирования. Но на это там плюют и желают себе прихватить дополнительной земли. А с учетом того, что слово диктатора является законом, то личное желание такого деятеля уже можно считать госпрограммой. Но такие вещи чреваты тем, что в игру может вступить еще кто-то. Штаты довольно решительно настроены поддерживать Тайвань, но чем-то совершенно новым стала позиция Японии. Так 5 июля вице-премьер-министр Японии Таро Асо заявил о том, что в случае агрессии Китая против Тайваня, Япония не намерена оставаться в стороне и поддержит Тайвань. Это сильное заявление, поскольку до 2015 года Япония придерживалась сугубо оборонной доктрины, которая не менялась после Второй мировой. Военная доктрина Японии предполагала использование сил самообороны, которые даже армии не решились назвать исключительно для отражения нападения на свою территорию. В ней подчеркивалось, что Япония не станет использовать войска за пределами своей территории, но по мере милитаризации Китая, чей флот уже начал угрожать японским островам, а также бурному развитию ракетно-ядерных технологий КНДР, Токио пересмотрел свою концепцию обороны и впервые указал на то, что японские военные теперь могут принимать участие в учениях и даже боевых действиях вне территории Японии. Хотя при этом не было никакой персонализации в плане наименования угрозы или места, где они могут применяться. То есть обтекаемость формулировок все же осталась, несмотря на то, что в военных доктринах обычно есть целый раздел, в котором перечислены угрозы, которые могут стать причиной для применения войск. Так что до последнего времени изменение концепции все тоже нельзя было назвать военной доктриной. Но Япония может себе позволить любые формулировки в данной сфере, потому что ей есть чем их подкрепить. Являя собой одной из ведущих экономик мира и являясь одним из глобальных технологических лидеров, Япония способна производить любую номенклатуру военной продукции, начиная от стрелкового оружия и заканчивая ядерным, включая как боеголовки, так и средства доставки. Кроме того, Япония имеет мощный научный потенциал такого уровня, что позволило себе создать работающий прототип истребителя пятого поколения для демонстрации технологий. Просто вдумаемся, РФ и Китай с натугой лепили свои образцы подобной техники, угробили на эти программы огромные средства и в итоге так и не получили изделия, которые можно отнести к самолету пятого поколения. Они обладают отдельными характеристиками такого самолета, но не нужной совокупностью и это они пустили в серийное производство. А Япония задолго до них создала свой самолет пятого поколения, но даже не стала запускать его в серию, а просто показала себе и окружающим, что в случае необходимости легко создаст систему любой сложности. Между прочим, сейчас Япония разрабатывает самолет шестого поколения, но он уже точно пойдет в серию. Китай доигрался и теперь получит ответ, от которого ему станет дурно. Важным является то, как Япония видит себя в событиях, которые генерирует Китай. Теперь Токио уточняет свою позицию по поводу возможности применения вооруженных сил, одних из самых оснащенных в мире. Кроме отражения нападения на свою территорию, море и воздух, Япония готова применить силу, когда под угрозу ставится ее существование. Например, было сочтено, что существованию Японии будет угрожать любое нападение на Соединенные Штаты, потому что Япония обязалась их защищать. Следовательно, уничтожение американских войск увеличит угрозу для японских островов. Это существенное изменение взглядов Японии, которое наверняка пришлось китайцам не по вкусу. Но самая горькая пилюля была выдана 5 июля. Вице-премьер Японии Таро Асо указал, что нападение на Тайвань может рассматриваться аналогичным образом. Если возникнет крупный инцидент на Тайване, это не станет сюрпризом и это будет ситуация, которая угрожает выживанию Японии, потому что в таком случае Японии придется защищать Тайвань вместе с США. Вот так мудрый вождь и учитель Си разбудил дух самураев, который был надежно укрыт в храме Ясукуни и казалось бы, что возродить его к активным действиям уже невозможно. Но Си смог, а за долгую историю Китай ни разу не смог нанести крупного поражения Японии, а страна восходящего солнца имеет такой длинный список побед, что в Пекине должны задуматься над тем, что они сделали. Мы бы могли сказать нечто подобное и нашим хламидиям, но задуматься и зеленые никак не совмещаются. Там все ушло в хватательный рефлекс и в непрерывное обжирание, от которого у них портреты расплылись. Но всему свое время и этому тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова